Ты веришь в позитивное мышление? Я нет. Привет, Нелпер! Сегодня в нашей передаче «Утренняя раскачка» мы поговорим о том, как избавиться от негативных мыслей. Я дам тебе несколько советов, которые, я уверен, тебе помогут. В первую очередь, я хочу, чтобы ты обратил внимание вот на какую вещь. Мы всегда стараемся быть профессионалами. Мы всегда стараемся ставить себе жесткие рамки в своем развитии. И если мы этих рамок не достигаем, то мы начинаем себя погружать в негатив. И я сейчас не буду с тобой разговаривать про позитивное мышление. Я буду разговаривать с тобой, как мы можем использовать наши негативные мысли. Итак, первое. Не нужно ставить себе слишком жесткие рамки. Нужно осознать и принять, что мы никогда не будем идеальными. Мы можем стремиться к идеалу. Мы можем стремиться к идеалу в профессии. Мы можем стремиться к идеалу в личных взаимоотношениях. Мы можем стремиться к идеалу в фигуре. Но мы никогда не будем его достигать. Ну, так устроен мир. Потому что всегда есть кто-то, кто будет на порядок выше нас. И всегда есть, даже если ты будешь самым лучшим человеком в своей нише, самым лучшим в своей профессии, все равно будет тебе куда развиваться и расти. Поэтому не нужно стараться быть идеальным, потому что когда ты ставишь себе рамку «я идеален» или «я хочу быть идеален» в какой-то деятельности, в каком-то деле, то ты очень сильно погружаешь себя в негатив, когда ты этого идеала не достигаешь. И очень часто люди скатываются в депрессию, потому что они не могут быстро достичь того, чего они себе нафантазировали. Дальше, по поводу негативных мыслей. И у тебя, и у меня они бывают. И это нормально. Я очень сильно сомневаюсь и не верю тем тренерам, которые рассказывают, что они всегда были позитивными, что они всегда были такими супервеселыми, активными. Это неправда. У любого человека есть период в жизни, когда ему нужно погрустить, когда ему нужно попечалиться, когда ему нужно замедлиться, поосознавать что-то. И в принципе, в негативных мыслях ничего плохого нету. Но если это не превращается в какую-то постоянную такую мысленную жвачку, когда ты погружаешь, погружаешь, погружаешь себя в негатив. А теперь давай к практике. Как можно избавиться от негативных мыслей? Во-первых, от них не нужно избавляться. Потому что, когда мы сознательно пытаемся эти мысли от себя отогнать, они почему-то начинают прилетать с разных сторон. Напиши в комментариях, бывало ли у тебя такое, что ты отгоняешь какую-то мысль, но события начинают случаться таким образом, что тебя постоянно что-то обязательно напоминает об этой мысли. Итак, упражнение. Техника. Если ты словил себя на том, что ты крутишь, прокручиваешь какую-то негативную мысль. Обычно это случается, когда ты себе ставишь какую-то задачу и хочешь выполнить ее хорошо. Ну, допустим, у тебя предстоит впереди какое-то публичное выступление. Давай на этом примере разберемся. И ты хочешь сделать это выступление хорошим. От этого выступления зависит твоя жизнь, твоя карьера и так далее, и так далее, и так далее. У тебя, конечно же, будет свой пример. И когда ты начинаешь думать об этом событии, ты думаешь, что, может быть, у тебя что-то не получится. Может быть, ты будешь не идеален. Может быть, ты сделаешь не самое лучшее выступление в твоей жизни. И это нормально. Но, когда ты думаешь именно таким образом, когда ты думаешь в рамке проблемы, когда ты думаешь в рамке того, что у тебя что-то не получится, ты погружаешь себя в негативное состояние, ты погружаешь себя в негативные мысли. А что можно с этим делать? Когда ты ловишь себя на какой-то негативной неприятной мысли, твоя задача эту мысль диссоциировать от себя. То есть, по большому счёту, ты её как бы выносишь из своего тела мысленно. И как будто она вот где-то висит рядом с тобой. Я не знаю, как ты вообразишь себе эту мысль, но самая главная твоя задача в этот момент достать её из своей головы в виде картинок, в виде ощущений, в виде звуков каких-то, в виде твоих внутренних представлений. И где-то разместить на пространстве рядом с собой. Вот, допустим, если я готовлюсь к какому-то сложному выступлению и понимаю, что ловлю себя на негативных каких-то мыслях, то у меня же в голове прокручиваются какие-то картинки, какой-то внутренний диалог. И я вот эту картинку, где я стою на сцене, где много людей, я её выношу, я её просто стараюсь видеть вне себя, вне своей головы. Просто стараюсь её прилепить на стену, прилепить, не знаю, на стул куда-то, да даже на пол банально. Это первый шаг. Первый шаг – диссоциируй свою мысль от себя. Когда ты уже видишь свою мысль со стороны. Это прям очень важно. Дальше сделай вот что. Ты видишь, что она не очень приятная, там нерадужные перспективы. Задай вопрос этой мысли. А какое твоё позитивное намерение? Задай мысли, задай своей мысли этот вопрос. То есть, если ты диссоциировал свою мысль от себя, задай вопрос. Какое твоё позитивное намерение? Чего ты хочешь? И ты получишь ответ. Иногда люди не получают сразу ответ. Здесь нужно немножко попрактиковаться. Здесь нужно немножко дать себе время для того, чтобы научиться это делать. То есть, у своей мысли, которая сидит у тебя в голове, нужно задать вопрос. Какое твоё позитивное намерение? Зачем ты сейчас во мне происходишь? Зачем я сейчас тебя прокручиваю? И, как правило, здесь приходит ответ, что я не хочу, чтобы ты нервничал, я не хочу, чтобы ты облажался, я не хочу, чтобы с тобой случилось что-то неприятное, что-то плохое, что-то нехорошее. Этот ответ в целом хороший. В целом хороший. Но следующим шагом тебе нужно сделать рефрейминг этого позитивного намерения. То есть, если тебе твоё подсознание подсказало, что эта мысль у тебя в голове крутится для того, чтобы у тебя не было стресса. Как здесь можно переформулировать без отрицания? Чтобы переформулировать без отрицания, вот возьмём слово стресс. У мысли, задача, чтобы у тебя не было стресса. Какая есть противоположность без «не»? Наверное, здесь противоположность спокойствия. Переформулировав это позитивное намерение словом «спокойствие», ты уже начинаешь по-другому смотреть на эту мысль. То есть, твоя мысль пытается сделать так, чтобы у тебя было спокойствие. Это очень круто. Это очень круто, если ты достиг в этом упражнении такого результата. Прямо ставь это видео на паузу для того, чтобы разобраться детально. Дальше. Когда ты получил позитивное намерение и ты его переформулировал без отрицания, то есть, не было стресса, чтобы ты был спокоен. Не было плохо, чтобы было хорошо. Вот таким вот образом, в таком формате. Дальше твоя задача подумать уже в новой рамке. Что я здесь и сейчас могу сделать, чтобы я был спокоен. То есть, ты знаешь, что твоя негативная мысль, она хочет в целом. Хочет в целом, чтобы ты был спокоен. И когда ты сменяешь вот эту рамку, твоя задача подумать, а что может принести мне спокойствие в этой ситуации. И ты начнешь получать от себя ответы. Например, если в моем случае, если я готовлюсь к какому-то волнительному, важному для меня выступлению, то здесь я могу сформулировать, что, какую рамку я могу себе задать, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы чувствовать себя спокойно. Например, в моем случае с публичным выступлением, уделить больше времени на подготовку, уделить больше времени на просмотр каких-то материалов, пролистывание книг, тщательно подготовить презентацию, обратиться к коучу за помощью и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я свою негативную мысль стараюсь уже трансформировать таким образом, чтобы она у меня была в позитивной рамке, чтобы моя негативная мысль и я, в том числе, был сфокусирован на чем-то хорошем. И это помогает убрать негативные мысли. Давай по шагам, чтобы тебе было легче. Первый шаг – отследить мысль, отследить мысль, которую ты думаешь. Второй шаг – достать ее из себя, диссоциироваться, на стенку прилепить, на пол, просто рядом с собой. Дальше – выявить позитивное намерение этой мысли. Если твоя мысль тебе подсказывает что-то в отрицательном ключе, не бояться, не стрессовать, не волноваться, то твоя задача переформулировать в положительный. Не бояться – быть смелым, не волноваться – тоже быть смелым, не стрессовать – быть спокойным и так далее. Когда ты нашел позитивное намерение, задавайся вопросом, что я могу делать прямо сейчас, чтобы испытывать спокойствие, что я могу делать прямо сейчас, чтобы быть уверенным и так далее. И таким образом ты растворишь буквально все свои негативные мысли. Вот 4 простых шага. Словил мысль, диссоциировал мысль, прояснил позитивное намерение и двигаешься, задаешь себе вопрос, что я могу делать прямо сейчас, чтобы обеспечивать это позитивное намерение. Второй секретный лайфхак. Однажды Ричард Бендлер придумал такой внутренний выключатель. К нему обратился клиент, который не переносил анестезию, а ему нужно было делать какую-то стоматологическую операцию. И анестезию ему делать нельзя было. И он обратился к Ричарду Бендлеру для того, чтобы тот его загипнотизировал таким образом, чтобы он мог перенести операцию без анестезии. Что сделал Ричард Бендлер? Он подстроился к человеку, а этот человек ему сказал, было бы классно, чтобы у меня был такой выключатель, который может выключить боль. И Бендлер подстроился под эту всю историю, конечно, в легком трансе, в легком гипнозе. Он попросил человека нарисовать у себя в голове тумплер, выключатель. И попросил его, что когда он будет подходить к кабинету стоматолога, чтобы он мысленно этот выключатель выключил. А потом, когда всё пройдёт уже, чтобы он включил. И таким образом он получил такую установку и получил такой свой внутренний переключатель. Когда он вернулся к Бендлеру, он сказал, да, действительно, это сработало. Я выключил, сделал операцию, потом включил и начал ощущать боль. Вот такая вот интересная история. Так что можешь делать ты со своими негативными мыслями? Ты можешь сделать себе нечто наподобие выключателя. Во-первых, ты можешь смоделировать выключатель. Если тебе поможет просто выключать и включать негативные мысли. Просто нарисуй у себя в голове какой-то тумблер, какой-то выключатель, который у тебя может быть есть похожий. Ну, в твоём представлении наверняка что-то вспомнится. Нарисуй его хорошо, хорошенько его представь у себя внутри в голове. И когда ты себя ловишь на негативных мыслях, просто отключай, просто отключай этот выключатель. Но не забывай включать. Почему? Потому что я, например, против позитивного мышления. Вот почему. Потому что позитивное мышление мешает нам оценивать риски. Я больше за критическое мышление. Я за критическое мышление и за ресурсные убеждения и установки. Давай сделаем ещё одну технику. Если ты уже понял, с выключателем это классный лайфхак. Ты можешь её делать и на боль, и на негативные мысли. Но мы здесь усилим технику. Наверняка в твоей молодости, в твоём детстве, может быть, скорее всего, были такие радиоприёмники, которые были с такими эквалайзерами, которые можно вращать. Крутёлочки их называли. И представь, что у тебя есть такой радиоприёмник внутри, в голове, в которых есть три движка. Три крутёлочки, которых можно крутить. Первый называется визуальная. Второй называется аудиальная. И третий – кинестетическая. Так вот, когда ты представляешь какую-то негативную мысль, ты её по-любому представляешь в виде образов, в виде звуков и в виде ощущений. Так вот, если ты себя словил на какой-то негативной мысли, ты можешь представить себе этот внутренний свой прибор и начни крутить сначала визуальную крутёлочку. Визуальная крутёлочка, если ты помнишь, раньше были такие телевизоры, которые помогали настраивать качество сигнала. Так вот, сначала ты эту картинку можешь сделать не очень корректной, потом ты можешь вообще её превратить в шум, можешь сделать её в белый фон, в чёрный фон. Вот когда ты крутишь мысли на эту крутёлочку, тогда ты просто меняешь изображение этой мысли на что-то другое. И твоя задача – обращать своё внимание, становится тебе легче, лучше в этот момент или нет. Дальше точно так же переходишь к аудиальной крутёлочке. Если в твоём изображении был или есть звук, попробуй поработать с этим звуком, сделать его тише, громче. И тоже обращай на своё ощущение внимания. Ну и третье – кинестетическая крутёлочка. Ты её тоже покрути, усиливая или уменьшая ощущения. И обращай внимание, как ты себя в этот момент чувствуешь. Поэтому вот этот ещё тебе прибор, внутренний прибор, я тебе его рекомендую в себя встраивать. И когда ты себя ловишь на каких-то неприятных ощущениях, делай их меньше, делай их размытыми, если мы работаем с визуальной модальностью. Либо делай тише, громче, либо увеличивай, уменьшай ощущения.